Второй вопрос. Вы только что сказали, что в Совете Безопасности ООН ситуация вроде пасовая. Но если так смотреть и думать, что делать, а делать в данном моменте на юге Турции есть 35 тысяч беженцев, собирается ли Россия, как один из внешних игроков, половину этих людей приютить в Россию сегодня, скажем, как шаг? Что касается патовой ситуации в Совете Безопасности, я бы пока не называл ее патовой, мы все-таки не оставляем надежду договориться, естественно, в рамках того, о чем условливались в Жене, в рамках того, что записано в Женевском коммунике. Насчет беженцев. Мы излагали нашу позицию 35 тысяч по оценкам в Турции. Уже больше, чем 35 тысяч в Иордании, в Ливане. Да и не забудем, что в Сирии примерно полмиллиона беженцев из Ирака и еще где-то 250-300 тысяч палестинцев. Так что о всех беженцах надо заботиться. Россия является членом соответствующих конвенций. И когда люди оказываются в беде в соседних странах, мы им оказываем содействие в соответствии с нашими обязательствами. Я могу только добавить, что управление Гаховного комиссара вон по делам беженцев уделяет большое внимание проблеме беженцев из Сирии. Она сейчас просто более остро стоит, потому что вот те три четверти миллиона, которые в Сирии находятся, они худо-бедно в каких-то лагерях, в каких-то палатках уже как бы прижились. Но надеюсь, что они там не вечно будут жить, и что палестинская проблема когда-то разрешится все-таки. И иракцы смогут тоже вернуться к своим очагам. Но понятно, что сирийские беженцы сейчас вызывают наибольший интерес, в том числе и по политическим соображениям. Знаю, что управление Верховного комиссара по делам беженцев готово и располагает необходимыми возможностями оказывать всяческое содействие. Нам турецкие наши друзья сказали в ответ на обращения, которые мы на ранней стадии делали, предложения помощи, которые мы сделали, что пока они справляются. Если такая потребность возникнет, я убежден, что мы сможем садействию такое оказать. И все эти вопросы мы надеемся очень скоро обсудить с турецким руководством.